Бизнес – это название для предпринимательской деятельности, но предпринимательская деятельность может быть совсем разной. Действительно, если мы говорим, условно говоря, про сферу продаж, торговли, то здесь мы, конечно, будем сейчас переживать существенную трансформацию за счет того, что все больше и больше потребитель переходит на онлайновые покупки, и маркетплейсы становятся все более и более активными и деятельными, потому что они имеют прямой доступ к потребителю, они могут играться ценами, они могут создавать вот этот эффект каких-то бесконечных скидов, и в этом смысле они могут больше привязывать, им легче формировать лояльность и прочее, прочее. По мере того, как развивается доставка, а она, очевидно, будет развиваться и дальше, очевидно, что малый предприниматель может в этом смысле проигрывать. Но здесь вот какие есть стратегии. С одной стороны, это использование платформ. Вообще, в чем состоит идея вот этого нового времени? Гиганты создают платформу, на которой вы можете что-то делать. То есть вы не создаете бизнес полного цикла. Вы подключаетесь на платформу. Если у вас есть какое-то интересное конкурентное предложение с точки зрения продукта, вы находите платформу, на которой вы будете платить в этой платформе за инфраструктурную ее долю прибыли. Но при этом вы сможете больше внимания уделить, соответственно, разнообразию продукта, увеличению его качества, правильной подачи, системе маркетинговых предложений и так далее. Одно направление связано с тем, чтобы использовать платформенные решения, которые создает большой бизнес, для того, чтобы сесть и на нем реализовываться. Второе направление – это эксклюзивность ваших действий. То есть если вы находите эксклюзивную аудиторию, эксклюзивный канал дистрибуции, эксклюзивным каналом дистрибуции может быть ответный персонаж, как это сейчас часто происходит. У меня есть товарищ, он занимается бодибилдингом и очень известен. У него покупают, он занимается, соответственно, созданием еды и сам является каналом дистрибуции. Значит, он собирает таким образом свою аудиторию и этой аудитории системно предлагает те решения, которые этой аудитории нужны. Она ему доверяет и ему не нужен никакой, собственно, никакой маркетплейс, потому что он сам в этом смысле является маркетплейсом. Поэтому это две конфигурации. То есть вы или превращаетесь в какую-то узкую историю, при которой вы знаете, как вы вашу аудиторию выделите, как вы ей предложите этот продукт, или вы работаете уже с большими платформами и на них находитесь. Если мы говорим про продукты, то продукты, они в любом случае будут требованы. Проблема состоит в том, что мы мало, к сожалению, в нашей, в принципе, экономике создаем какого-то реального продукта или реальные услуги. У нас очень много усилий уходит на борьбу с энтропией общей, экономической, человеческой, организационной. В результате продукт недополучает нужных вложений, нужной апробации, понимания аудитории, для которой он предлагается. Поэтому возвращение внимания на продукт и потом, возможно, его уже после этого взаимодействия с крупными компаниями, это может быть выгоднее.